Вести Карачаева, Черкесия В Карачаево, Черкесии наблюдается самый большой прирост в рейтинге приверженности ЗОЖ среди регионов России. И на госуслугах стартовал прием заявок на курсы программирования для старшеклассников. Далее об этих и других темах подробнее. КОНКУРСЕ 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 В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжаются работы по реконструкции моста через реку Джигута, расположенного на автодороге межмуниципального значения Усть-Джигута-Терезе. Это довольно востребованное и загруженное направление, а мост протяженностью 106 погонных метров имеет большое значение. Именно он связывает Малокарачаевский район с другими районами республики. Преобразование моста сделает движение безопасным, а вождение комфортным. Об этом рассказал главный инженер управления Карачаево-Черкеско-Автодор Муайет Хутов. Единственный вариант, который подходил сюда, это увеличить пролет. Здесь было 14 метров, теперь 28 метров ширина пролетного строения. Мы зашли на массивную часть скальных пород, потому что в данном регионе, где мы находимся, здесь у нас андезитовые породы. С ними проблема в том, что буронабивные сваи здесь очень опасно делают. Мы можем расшатать скальную породу, которая может привести к тому, что она может обвалиться. Мост после того, как будет закончен, он будет соответствовать всем современным нормативным нагрузкам и будет выдерживать нагрузку в 100 тонн. Однозначно будет выдерживать все те нагрузки, которые здесь могут передвигаться. Те же синовозы, те же строительная техника, которая через него передвигается. Прививочная кампания против гриппа. Напомню, лица из группы высокого риска смогут получить прививку бесплатно в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. К ним относятся лица старше 60 лет, лица с сахарным диабетом, ожирением, гипертонической или ишемической болезнью, беременные женщины, школьники. Мобильный комплекс, заменяющий собой полноценный кабинет офтальмолога, готов любую минуту выехать в любую точку Абазинского района. В нем есть все, чтобы провести полноценный осмотр зрения и получить квалифицированное заключение специалиста. Он уже показал свою эффективность во время акции «Поезд здоровья», через который прошло несколько сот пациентов из всех районов республики. Благодаря таким передвижным комплексам квалифицированная медпомощь доступна даже в самых труднодоступных уголках республики. Комментирует информацию врач-офтальмолог Расим Джумаев. Здесь все, что есть в обычном кабинете у доктора, у офтальмолога, здесь все это есть. То есть здесь я могу полноценно обследовать пациента, диагностику проводить. В частности, пожалуйста, вот у нас есть аппарат для измерения внутриглазного давления. Здесь вот у нас есть офтальмоскоп и без чего не обходится ни один кабинет, ни один офтальмолог. Это набор пробных линз для подбора очков. По одним словам, у нас здесь все есть, все необходимое для полноценной работы врача-офтальмолога. В Дагестане завершился Международный молодежный форум «Каспий-2022», в котором принимала участие делегация Карачаева-Черкесии из 16 человек. Победителями грантового конкурса стали студенты Карачаева-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева, Ксения Копылова с проектом «Пространство развития» и Карина Чумаева с инициативой «Школа актива студенческих самоуправлений». На Госуслугах стартовал прием заявок на курсы программирования для старшеклассников. Они длятся два года и включают в себя четыре учебных модуля продолжительностью 144 академических часа. По итогам обучения участники получат сертификат. Для подачи заявки необходимо иметь подтвержденную запись на портале Госуслуг, выбрать форму обучения и курс нужного уровня подготовки, пройти вступительное испытание, а также заключить договор с образовательной организацией на обучение за счет государства. На базе центра «Мой бизнес» организована и работает горячая линия, куда может обратиться любой предприниматель и получить консультации, разъяснения и оформить необходимую заявку для фактического получения действующих мер поддержки. Подробности сообщил начальник Центра поддержки предпринимательства Беслан Карданов. Министерством экономического развития Карачаева Черкесской Республики совместно с Центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес» КЧР запустили горячую линию для предпринимателей, столкнувшихся с проблемами в новых условиях ведения бизнеса. Предприниматели могут задать вопросы о принятых и принимаемых мерах государственной поддержки, призванных помочь бизнесу при возникших обстоятельствах, а также сообщить о проверках контрольно-надзорных органов. Задача горячей линии – это предоставление информации и помощь в разъяснении предпринимателям их прав. Также для предпринимателей Карачаева Черкесия открыты двери Центра «Мой бизнес» по адресу город Черкесск, улица Ленина, дом 53, где специалисты окажут содействие по всем мерам поддержки. Контакты горячей линии 8 800 201 32 99. Звонок бесплатный. Режим работы Центра – будни с 9 до 18.00. В Никольском храме станицы Старожевой открыли мемориальные плиты казакам Кубанского казачьего войска, награжденным Георгиевскими крестами и медалями за боевые заслуги в Первой мировой войне. Мероприятие приурочили к столетию Карачаевой Черкесии. Награжденных казаков, участников Первой мировой войны, уроженцев станицы Старожевой было установлено 83 человека. Мемориальные плиты, на которых увековечены их фамилии, изготовлены членами Баталпашинского исторического общества, действующего при Никольском соборе Черкеска. В рамках благотворительной акции Народного фронта «Все для победы» продолжается сбор средств для оказания поддержки жителям Донбасса, а также бойцам ДНР и ЛНР, ведущим борьбу за их освобождение. По словам координатора по работе со СМИ Народного фронта в Карачаево-Черкесии Зурабаби Мурзова, в основном гуманитарный груз состоит из товаров и предметов, указанных на сайте в числе запрашиваемых. Отрадно, что наши земляки так активно отозвались на эти сборы, на сборы Народного фронта. Уже несколько месяцев трудовые коллективы, организации, простые люди подходят к нам, спрашивают, как помочь жителям и бойцам Донбасса. Мы отзываемся на все эти предложения, как большие предложения трудовых коллективов, так и простых граждан. Мы благодарны всем, кто принимает в этом участие. Из Автомузея автомобилей мира в Москве стартовала первая в мире кругосветная экспедиция вокруг света через Северный Кавказ, в состав которой вошла и Карачаево-Черкесия. Члены экспедиции в рамках кругосветки проедут по глобальному туристическому маршруту Кавказ-Гран-Туризма, объединившему в 2021 году все регионы Северного Кавказа. По маршруту следования в местах остановки будут посажены рощи и аллеи Секвоя, уникальных деревьев, живущих тысячи лет. Рощам и аллеям будут даны названия в честь выдающихся людей, прославивших свою малую родину. Это живая капсула времени. 21 сентября в кинотеатре Чарли Черкеска состоится премьерный показ фильма нашего земляка Руслана Братова «Экспресс», снятого в республиканской столице. Для режиссера Братова это первая полнометражная работа. Мы сделали кино такое, которое мы хотели сделать. Не было каких-то компромиссов, на которые бы мы шли. И потом сидели и понимали, что ну да, что-то так, в итоге оно такое. Я сейчас вынесу какие-то работы над ошибками произведу и так далее для себя. Энергетики Карачаево-Черкесии в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду выполнили ремонт оборудования на подстанции Учкекен, который обеспечивает электроснабжением почти 30 тысяч жителей. Питающий центр является основным источником электроснабжения для жителей центра Малокарачаевского муниципального образования села Учкекен и близлежащих населенных пунктов. Проведенные на подстанции работы позволят поддерживать оборудование в рабочем состоянии, не допуская возникновения нештатных ситуаций в осенне-зимний сезон и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей. Карачаево-Черкесия присоединилась ко всероссийской акции Boom Battle. Это масштабное в стране мероприятие по сбору макулатуры, проводится с 2020 года в поддержку национального проекта «Экология». Инициатор акции – автономная некоммерческая организация национальные приоритеты. К акции присоединятся образовательные учреждения и коллективы различных предприятий Карачаево-Черкесии. Ближайшую точку приема макулатуры можно найти на интерактивной карте, которая размещена на сайте проекта BoomBattle.RF. У тех, кто отметил 80-летний юбилей, удваивается фиксированная выплата к пенсии. Повышение было предусмотрено Федеральным законом о страховых пенсиях, комментирует информацию руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда Республики Анна Шаганова. Напомним, для лиц, являющихся получателем страховой пенсии по старости, достигшим возраста 80 лет, Федеральным законом о страховых пенсиях предусмотрено повышение, размер которого составляет 100% размера фиксированной выплаты. С 1 января 2022 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 6 564,31 рубля. Есть исключение. Инвалидам первой группы повышение фиксированной выплаты устанавливается до 80 лет при установлении факта инвалидности и позже уже не пересчитывается. Важный момент. При достижении возраста 80 лет обращаться за указанным перерасчетом не нужно. Кроме того, неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 80-летним гражданином, предусмотрена ежемесячная компенсационная выплата в размере 1200 рублей. Черкесский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего руководителя дирекции капитального строительства, который обвиняется по фактам превышения должностных полномочий. По данным следствия, экс-глава учреждения незаконно подписал 85 свидетельств о праве на получение социальной выплаты участникам программы обеспечения жильем молодых семей. В результате общая сумма причиненного ущерба превысила 20 миллионов рублей. В Карачаево-Черкесии 14 участников преступного сообщества подозреваются в мошенничестве со средствами материнского капитала. Об этом рассказала начальник прислужбы МВД по Карачаево-Черкесии Евгения Узденова. Преступная организация действовала на территории республики с 2015 года. В соответствии с отведенной ролью, каждый из сообщников участвовал в систематических хищениях денежных средств у владельцев государственных сертификатов на материнский капитал. Свою противоправную деятельность они вели от имени кредитного потребительского кооператива. Предварительно установлено, что злоумышленники заключали с женщинами фиктивные сделки, связанные с приобретением жилья и получением суд. Затем в территориальные подразделения пенсионного фонда направлялись необходимые документы для получения социальных выплат. Деньги поступали на счета участников преступного сообщества в качестве погашения несуществующих кредитов. Держательницы сертификатов оставались без жилья. На сегодняшний день установлено, что от действий фигурантов пострадало более 30 человек, а общая сумма причиненного им ущерба превысила 20 миллионов рублей. В настоящее время возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении 14 фигурантов избраны меры пресечения. Заключение под стражу, домашний арест, запрет определенных действий. В эти дни в Сербии прошел чемпионат России по самбо. Российские спортсмены, среди которых был и наш земляк Ромет Гуков, выступали на соревнованиях в нейтральном статусе под плагом ФИАС Международной Федерации Самбо. В этом же статусе выступали самбисты Белоруссии и Франции. В итоге атлеты, представлявшие ФИАС, завоевали 17 золотых медалей из 21. В числе призеров и наш земляк Ромет Гуков. В финальном поединке в весовой категории до 71 килограмма со счетом 5-0 Ромет победил соперника из Грузии. Ромет Гукову 29 лет. За свою спортивную карьеру он выигрывал Кубок России. Международный турнир на призы президента Татарстана становился серебряным призером чемпионата России. Спартак Иады сильнейших, Кубка мира, а также бронзовым призером чемпионата Европы. И вот его копилка наград пополнилась золотом чемпионата Европы. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь-гроза. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18-23. В горах местами до 17 градусов. В Черкесии кратковременный дождь, ветер северной четверти 6-11 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 23 градусов. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции, в составе именной роты Карачаево-Черкесии, получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства. Телефон для справок – 8-878-2-26-36-32. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!